Как вырастить нового Эйнштейна? Это не зависит от нас, я не думаю, что это нам надо. Господин Эйнштейн ничего в нашем мире хорошего не сделал, кроме того, чтобы он мог сделать атомную бомбу и рассказать нам о том, что существуют такие свойства в нашем мире, которые не вмещаются в нашей голове. Так что, кроме того, что запудрил нам мозги в полном смысле слова, я бы не сказал, что чего-то сделал хорошего. Лучше бы ничего не делал бы, не раскрывал бы ничего. Ни он и ни остальные физики-атомщики, это все ни к чему. Могли бы прожить без атомной энергии, а уж, конечно, без атомной бомбы. Так что не нужны нам Эйнштейны. Такие люди ничего не дают. Нам нужны люди, которые были бы духовными предводителями поколения. То есть вы хотите этим сказать, что для мира, какой он сейчас, наоборот, не надо никаких открытий, потому что он использует их... Я считаю, что вся наука 20-го века, она служила не на пользу человеку. Почему? Я не отрицаю ее, она сделала очень многое. Но практически все это вышло и выходит нам боком. Да всем. Ну, на всем. Ну, хорошо, мы не работаем так тяжело, как раньше. У нас есть стиральные машины вместо этих миллионов прачек, которые там сидели на берегу реки, и мыли, стирали. У нас есть огромные там предприятия, которые выпекают и делают и готовят полуфабрикаты, и все, мы покупаем практически готовую пищу. Сунуть эту курицу в микрогале, все она тебе сделает. Это все понятно. Но для чего мы освободились? Я время сократил, летаю вместо того, чтобы ехать на лошади. Для чего? Что ты делаешь в оставшееся время? Ты себя забиваешь еще большим и большим всяким списком забот, и в итоге ты источаешь землю, ты источаешь все остальное. И человек, я не вижу, чтобы он стал за наше столетие более счастливым. Раньше слушали музыку, ходили в театр, стремились к литературе, могли читать толстые романы. Сегодня, если больше двух строчек, я не читаю. Фильм, если он мне не нравится в первые полминуты, я выключаю. То есть, к чему я пришел? В чем я сегодня счастливее, чем сто лет назад? В том, что работали тяжелее, да, но к чему пришло облегчение от работы? То есть, практически, Эйнштейна нам ничего не дали, кроме зла. Несмотря на то, что были, на самом деле, вроде бы сами хорошие люди. Но наделали они, в общем-то... Несмотря на то, что я люблю науку и приветствую ее и все прочее, но когда эта наука сама сопрягается с эгоизмом человека, вот тогда и получается здесь не добрый Эйнштейн, а злая бомба. И что же из этого, какой вывод? Из этого какой вывод, что сначала надо человека исправлять, а потом науку развивать. Иначе ты ее будешь развивать себе во вред. То есть, вы сейчас бы остановили все науки и занялись бы сначала воспитанием человека? Я бы с удовольствием вернулся бы на сто лет назад. И не позволил бы развиваться никакой науки. И что бы вы ввели? Интегральное воспитание. И только в мере его развития в человеке, то есть, только в мере реализации этого воспитания в человеке, разрешил бы людям развивать науку. Что такое эта реализация? К чему должен прийти человек? Тогда наука была бы в пользу для человечества. К чему должен прийти человек в результате интегрального воспитания? К тому, что он чувствует, что весь мир и он – это одно единое целое. Он никогда бы тогда не пошел бы сам, он бы не увидел бы этих результатов своих исследований в виде бомбы. Он бы просто их не видел. Как мы не видим что-то, что вредное для нас. Мы видим только, где мы можем что-то сделать для себя полезное. Продолжение следует...